Здравствуйте! Эфир канала Россия 24 продолжает программа Вести Хакасия. В студии для вас работает Татьяна Донцова. С наступлением тепла в республике вновь остров стал вопрос пожарной безопасности. Горят степи. На тушение палов пожарные выезжают до 8 раз в сутки. По данным МЧС, за первую неделю апреля потушено 54 возгорания в степной зоне. В основном горит степь в центральной части республики, вблизи Абакана и Усть-Абакана, а также в Аскиском районе. Накануне сильный степной пал произошел в районе горы Уйтак. Это недалеко от станции Камышта и Алла-Сафьянов. Основная причина степных пожаров поджог. И наряду со случайными возгораниями степи специально поджигают жители близлежащих деревень. Как они считают, это полезно. Гражданам докажется, что раньше, конечно, трава появляется. Она не раньше появляется. Она просто ее не видно, когда сухая трава. И просто молодые побеги эти зеленые, их не видать. А когда выжигают, конечно, на черном фоне, вот оно смотрится как будто зелененькое тут. И кажется им, что это лучше, быстрее растет. А на самом деле это обман и вред, просто прямой вред степи. Степные палы выжигают корни растений и семена. Пострадавшие участки восстанавливаются долго. Кроме того, палы ставят под угрозу близлежащие деревни и леса. В 2012-м четверть лесных пожаров произошла из-за того, что огонь перекинулся на деревья из степной зоны. В этом году таких случаев пока не зарегистрировано. Для республиканских властей главные вопросы на сегодняшний день не только пожары и поводок, но и финансовый дефицит. В этом году резко упали налоговые поступления в бюджет. В правительстве считают, что крупные компании просто уклоняются от выплат. Каковы планы по изменению ситуации, узнала Ольга Стельмах. Хакасия перешла в режим повышенной готовности на контроле правительства защиты населения от стихий. Причина для беспокойства есть. Начало апреля. Талые воды затопили село Саралар Джаникизовского района. Более 50 домов. Далее пожары в Усть-Абаканском районе. Степной пал перешел на склады взрывчатых веществ. Опасность ликвидировали. Затем от схода лавины в Аскизском гибнет турист. Вслед еще одна угроза подтопления уже села Труицкого Баградского района. Напряженная ситуация на этом не закончилась, уверяют спасатели. Будет потепление и возможно по территории республики Хакасия такие угрозы будут. Мною приведена система МЧС повышенную готовность. В ежедневном режиме держать связь с руководителями муниципальных образований. Еженедельное совещание в режиме видеоконференции буду проводить лично. Еще один острый вопрос защиты, но уже финансовых интересов. Виктор Зимин потребовал озвучить кредиторскую задолженность республики по социальным программам. Это миллионы рублей. В долг Хакасию уверенные власти загнали крупные компании. Они стали меньше отчислять налогов. Причем это не связано с их прибылью. По подсчетам специалистов она не уменьшилась. В республике в тех же объемах добывают уголь, вырабатывают электроэнергию. Причина в другом. Виктор Зимин распорядился проверить документы крупнейших налогоплательщиков региона. Сколько республика недополучила налогов, подсчитает Минфин. Но уже известна, к примеру, компания СУЭК. Налоговое отчисление в бюджет республики по неизвестным причинам снизила в десятки раз. Не меньше внимания и к экологии. Не платим налоги, не занимаемся экологией. Живем вольготно. В Москве дышится легче. Реакция положительная есть. В пределах 130 миллионов будет пересмотрено. В пользу республики Хакасия так отреагировали наши. Сто человек жителей сельской местности справят новоселье в этом году. Сегодня в Хакасии распределили деньги по программе социального развития села. Средства пойдут на покупку домов сельским жителям, в том числе молодым специалистам. Сумма около 62 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов. Программа в Хакасии действует уже не один год. По ее условиям, любой сельский житель может рассчитывать на государственную поддержку 70% от стоимости жилья. Остальные 30% добавляет участник. Построить или купить дом на вторичном рынке – решение также за будущим собственником. Списки желающих войти в программу подают муниципалитеты в конце каждого года. Однако, как признают в Министерстве сельского хозяйства, даже отточенная за многие годы система нуждается в законодательной доработке. По ряду территорий очередь небольшая. Но небольшая она только по той простой причине, что на сегодня участие в этой программе требует 30% софинансирования участника программы. К сожалению, в небольших сельских территориях не каждая семья имеет возможность обеспечить это участие. А если семья, у которой двое-трое ребятишек, эта сумма тоже большая. Сегодня в Абакане подвели итоги тотального диктанта. Напомним, в минувшую субботу свою грамотность проверяли 54 жителя столицы республики, что немного меньше, чем в прошлый раз. В этом году организаторы выбрали для диктанта текст современной писательницы Дины Рубиной. Наши филологи отметили, что отрывок был достаточно сложный, особенно для интонирования, много знаков припинания. В Ульяновске даже разгорелся скандал по этому поводу. Там местный губернатор волевым решением заменил произведение Дины Рубиной на другое, тем самым нарушив главное правило тотального диктанта – единство читаемого текста. Несмотря на все трудности, сидевшие за партами абаканцы справились с заданием немного лучше, чем в прошлом году. Хотя оценку «Отлично» никто не получил. Количество хороших оценок по сравнению с прошлым годом чуть выше. В прошлом году их было три, нынче пять человек написало на оценку четыре. Количество работ, написанных на оценку три, на одну работу меньше, чем в прошлом году. В прошлом году было восемнадцать, в пятом году – семнадцать. Ну и оставшиеся тридцать две работы получили, к сожалению, неудовлетворительную оценку, то есть оценку два. Лесоводы Хакассии готовятся к лесокультурному сезону. Выращенные в лесопитомниках сеянцы выкапывают и помещают в специальные лесные холодильники. Это выложенные в подвале кучи снега для большей сохранности, накрытые опилками и лапником. Внутри ледника из-за низкой температуры процесс вегетации растений замедляется, поэтому расти маленькие деревца будут только после того, как их высадят. Это повышает шансы нежных саженцев прижиться и чувствовать себя уверенно в новых условиях. Напомним, в Хакассии выращиваются деревья только хвойных пород. В 2012 году более 80% от общего количества маленьких лесных новоселов укоренились и пошли в рост. Это высокий показатель. В лесокультурном сезоне 2013 лесоводы Хакассии планируют создать рукотворные леса на площади 1400 гектаров. Почва под посадки в основном была подготовлена еще осенью. На страницах интернета появился фильм об Агафье Лыковой. Она стала участницей международного проекта об отшельниках «Фараут». Продюсер и режиссер Джон Мартин снимает кино о том, как люди в одиночестве выживают в экстремальных условиях. Вместе с тем проект имеет эколого-просветительскую направленность. Джон Мартин считает, что в каждом человеке заложена тяга к природе и способность жить в гармонии с ней. Документальная лента снималась в феврале. Сейчас первая часть готова. Ее можно посмотреть на странице заповедника Хакассии в разделе «Избранные видео» на канале YouTube.